В Риге еще ходят старые трамваи вот такие. Но это не то, что в коммунальном хозяйстве нет денег. Это экскурсионный трамвай, я думаю. Вот такие вот два. Мы продолжились делать наши прогулки по Риге. И мы отправляемся теперь в окрестность Риги. Мы едем на Белую Дюну. Есть такое место, там где снимался фильм «Долгая дорога в дюнах». И вообще там, говорят, очень хорошее место. Это море, дюна, песок, побережье. Короче, мы отправляемся на Рижское взморе. Ну, вернее, пытаемся отправиться. Сейчас пойдем билеты брать на электричку. По центральный вокзал Риги, стация-вокзал-терминал, централа-стация. И мы сейчас пойдем купим билет на электричку, поедем на взморе. Дождик начинается. Наконец-то рижская погода нас приветствует. Ветер, дождик, отсутствие солнца. Весна в Риге. Вокзалец. Вокзалец, вокзалец. Где-то тут должны быть кассы. Туннель с Касузали. Касузали. Что такое Касузали? Не знаю. Ага. Так, Белый Дюну не получилось. Ходят редко. И не совсем понятно, куда метко. Поедем сейчас мы, знаете что, в Юрмалу съездим. Это целый же регион. И там город Майери нас интересует. Близкое море. Погуляем. Посмотрим. В общем, продолжается наше путешествие. И вам высотка, кстати, сталинская. Рижская видна. Вот так вот. Путешествие продолжается. Поедем ко мне на электричке. Что, старая знакомая, Рижская электричка подошла. И мы сейчас на ней поедем в Юрмалу. Ну, как нам кажется, что мы поедем. Но вроде говорят, что на ней можно доехать до Юрмала. Сейчас мы это проверим. Ух, ничего себе. Электро. Как бы нам такие электрички. Иди вот сюда. Супер. Вот тебе электричка. Может быть, международный вагон. И все. Видимо, новая модификация Рижской электрички. Вон, видите, уже вагон похож на наш. Но какая-то кабина другая. Одна дверь. Забавно. Ну, что ж, мы поехали. Проезжаем до Угау. Пробки на дорогах. Цивильно все. Вышка. И переезжаем в другую сторону до Угау. В сторону моря мы движемся. В сторону едем мы в Юрмалу. Хорошо, вот так вот. Прибыли мы в местечко Маури. Но кто-то убивает ежика. Такие окрестности тут. Вот наша электричка, которая нас довезла. И мы идем искать, где тут основной променад. Где-то тут море должно быть, говорят. Где-то прямо рядом. А денег такое ощущение, что правда ежика убивает. Вроде говорят, это все-таки дракон. Это он дракона убивает, похоже. Вот таким вот видом нас и встретил Юрмала. Да, серьезный подход. Ничего не скажешь. А он на нее смотрит, а глаза у него жалостливые, жалостливые. Слушайте, я тут Жигулям удивляюсь даже больше, чем Ниви во Франции. Представляете? Жигуль. Еще в каком хорошем качестве. Еще дворники старые. Слушайте, винтажная машина. Обалдеть, обалдеть. Если это вообще еще не треха. Мамочка-то родная, так это трешка. Шутить, колотить, а? Вот так вот. В хороших руках машина-то вечная. А мы все недовольны. Кто сомневается, что на Рижском взморе воздух свеж? Может сюда приехать. И свеж, и мокр. И вообще. И вода еще текет из фонтана. Классно. Сверху вода, снизу вода. Одна надежда моря увидеть. Да. А то прям хоть ложись и хохочи. Что такое? Так, вода льется. Интаберга. В общем, все не по-русски. Видимо, символизирует море с собой. И раковину в море. Да, дождик усиливается. Надо искать море. Пока шел дождь, мы зашли, купили конфеты с серии Наде. Фабрика Лайкома. Но не та Лайкома, которая та. Лайма, да, Лайма. Говорят, очень вкусная. Их жалко, мне нельзя сладкую, а то бы я тоже попробовал. Ну ладно, отвезем в подарок. Как раз нас, как раз латыши в Москве просили привезти подарок из Риги конфеты. Ну что ж, мы всегда рады помочь. Продолжаем наше путешествие по променаду и надеемся увидеть море. Не теряем надежды. Дождик вроде подстих слегка. Так что мы верим в свою удачу. Дамы деревянные симпатичные какие. Проходим вперед. Правда, по причине дождя достаточно кислая. Вот, калина от всех болезней продается. И вот здесь вот шапки зимние. Ну я говорю, не жарко здесь, даже летом. Поэтому всегда в ассортименте зимние шапки. Вот. Ага. Мужчина то ли что-то подкладывает, то ли что-то откладывает. Какая-то. Отложить или положить, положить или отложить. Продолжаем путешествие. Опять сувенирный ряд. Настоящий мужчина. На добрые. Не валяется, не валяется на диване. А, на дороге не валяется, а валяется на диване. Настоящий мужчина на дороге не валяется, а валяется на диване. О как. Курортный застройщик симпатичный. И мы выходим на простор. Казино. Да. Юрмала. О, наши юмористы сюда сейчас приедут. Ты смотри, Россия. Первый канал. Юрмала. Шифрин. Петросен. Степанин. Ай-яй-яй-яй-яй. Винокурс. Винокурс. Маменкос. Басковс. Кролики. Это не только мясо, а еще и шерсть. Дроботенкос. Ветровс. Измайловс. Аркановс. Да, ребята. Смешно. Помимо юмора, тут с водой все нормально. Воды до хрена. И с неба льет, и мимо льет. И вообще льет. И какие-то еще тут непонятные инопланетяне приземлились. Это отель Юрмала СПА называется. И кабаре love or money. А я перевел как любовь за деньги. Оказывается, любовь или деньги. Да. Слабоват мой английский. Слабоват. Латвийский бальзам. Выпейте на стенку, полезете. О чем реклама и повествуется. Все на S и кебабс. Не хотите ли кебабс? Заходите в ресторан. Судя по ветренам, летом тут не жарко. Так, ага, море все-таки вот туда. Плудумали называется. И вот нам вот туда. И отель Европа там же. Значит, море где-то там. Идем на море. К море от, можно сказать, суетливого променада прошлись вот мимо таких красивых домиков. Коттеджики. Новые. Вот уж старая какая-то застройка. Вот видно, что такие. Даже это кто-то такой известный. А что написано? Патнис. А? Пай Пайнис. Райнис. Райнис. А, тот самый Райнис. Наверное, тот самый Райнис. А какой тот самый? Поэт. Поэт, да? А, ну да, там даже стоял ему этот самый памятник. Вот поэт Райнис. Не знаю, про что за поэт, но мне говорят, был такой. Вот у него тут такой, видимо, коттеджный был домик. Райнис. Давно, правда, что-то его не красили. Вот домик 24-го года. Вот более свежие домики. Ну, такие, коттеджики. Вот, видно, что старая традиция. Тут, во, музей Райниса. На время реставрации дачи Райниса и Аспазии для посетителей закрыта. О, как. Так что, старый Крайнис, извини, не зайдем мы к тебе. Итак, еще раз видно, дачные дела. Такие прибрежные. О, какой домик симпатичный. И сейчас мы пойдем к морю. А к морю, видимо, вот, через вот этот старый брошенный парк. Там лестницы какие-то красивые. Вот это дюна, судя по всему. И через нее выход к морю. Там сосны должны быть. В общем, достаточно долгая дорога в дюнах у нас получилась к морю-то. Сниму квартиру или дом на летний сезон. Уважаемые владельцы недвижимости, российский инвестиционный фонд зарезервирует квартиру или дом для своих клиентов на летний сезон. Интересует также право покупки. Александр. Вот так вот, на двух языках, между прочим. Александр, как птица поет. Похоже, какие-то советские представления о красивой жизни. Там деревянный корпус, а тут каменный. Деревянный, видимо, как-то еще тлеет в нем жизнь. А здесь что-то совсем все. Арматурой затянуто, полиэтиленом. В общем, да. Не удался нам коммунизм на планете. Не удался. А как хотелось, а как хотелось. Вон одна лесенка осталась в горку. Да, про жизнь, которая теплится, я тут малость погорячился. Все забито, разбито. И неприличные надписи на стенках. Ладно, надеемся, что там море нас ждет хотя бы. Слушай, что-то вроде ландышей такое. Да-да-да-да-да-да-да-да. Это явно дюна. Вот мы сейчас на дюну заходим. А вон перед нами море. Вот ради чего все. Вот так вот. Ну что ж, готов под присягой подтвердить на Рижском заморье воздух свеж. И морем пахнет, между прочим. Там задюнный юрмолов, променад. А тут море, морские запахи. И даже похоже что-то вроде отлива. Да, отлив. И чайки бродят. Но море мелкое. И если хотите купаться, вам тут полкилометра идти. Когда тепло будет. Судя по всему, приливчик нам даже удалось увидеть. Водичка аккуратно прибывает. По опыту Франции мы знаем, что именно так он протекает. То есть такие волны появляются. И водичка потихонечку заполняет свои места, которые ей. И причитаются. То есть вот сюда. И даже прибой, судя по линии, видно, вот он до сюда доходит. Наверное, когда ветер дует. Вот. Так что вот такое море. Живет оно себе. И пахнет. Ну а мы потихонечку будем в сторону Риги разворачиваться. Уже вон там поднимемся. Здесь вон то красивое строение с башенкой. Итак, мы выбираемся с Рижского взморья. Побывали мы в гостях. Вот такой домик симпатичный перед нами. 1909 года постройки деревянные, знаменитые тут черепаха. Которая весь интернет забит. И еще раз вид на взморье. Ну. Лето, наверное, тут неплохо. А сейчас дождь. Ну что ж, мы расстаемся с Юрмалой. И наша задача теперь попасть на электричку. И вернуться в Ригу. В дождливое время. Ничего не сделаешь. Мертвый сезон. Пойдем-ка мы под кассу спрячемся. Вот наша электричка. В Ригу. Наши старые электрички. Рижские. РВР. Вернулись мы в Ригу из Юрмала. Вот такой дом интересный. В принципе, достаточно знаменитый. Вот люди наверху шар держат. На себе. А здесь что-то вроде старика Хаттабыча такого. Почему-то мне напомнил этот человек, что слушаюсь, мой повелитель. Лиз бороды. Волосико дерг-дерг. Вот такой домик интересный. Вот. Но мы продолжаем путешествовать по старому городу. и движемся сейчас к историческому центру Риги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Гури. Россия. Продолжение следует...